итак процесс в принципе довольно быстро начинаешь понимать что к чему и в каком порядке делается берем детальку номер один это у нас вот это собственно основа красный сапог первым делом делаем вышивку по ней и пришиваем бисер и пайетки то есть первым делом я сделала снежинки вот эти и пришила пайетки отдельно вот эти красненькие покажу дальше берется следующая деталька деталька номер два это в данном случае вот это вот зеленая часть манжет такой сапога в принципе я изначально уже начала немного менять порядок ну так как мне удобнее то есть например я сначала взяла вот эту белую полосочку пришила на нее пайетки потом пришила верхний край этой полоски к зеленой части то есть к манжете а потом уже по низу пришила эту манжету к основе сапогу то есть мы ориентируемся на инструкцию но в принципе можем отходить от нее немного делать так как нам удобнее дальше мы пришили вот листочки с ягодками здесь тоже изначально вырезаются листики делается вышивка на листиках прожилки и пайетки отдельно пришиваются пайетки на ягодки ягодки на листики и листики к сапогу собственно дальше по порядку у нас идет елка елка она многослойная такая начинаем мы ее делать снизу собственно опять же следуя инструкции но вот что я хотела сказать предлагается сначала пришить пайетки на вот эту детальку потом пришить ее к основе причем здесь нам еще понадобится наполнитель чтобы придать ей объем потом предлагается это вот деталька снег по инструкции надо вышить здесь тоже пришить пайетки и уже потом пришивать к елке так сделать несколько слоев елки и уже потом украшать сверху пришивать вот такие вот огонечки гирлянды тоже вышитые пайетками но на мой взгляд гораздо удобнее изначально ну блестки да мы пришиваем на зеленую вот эту часть елки потом мне кажется гораздо удобнее пришить сюда тоже уже с пришитыми пайетками вот эти огонечки также пришить сюда пайетки и вот к этой части снег потом уже все вместе нашить на основу для меня порядок такой будет мне кажется более удобный чем потом уже к готовой елки пришивать вот огонечки например то есть основной порядок мы соблюдаем то есть вот это вот какой слой должен быть сверху какой снизу это да это важно но именно в каком порядке пришивать можно немного корректировать так что я хотела сказать по схеме то есть как пользоваться схема например берем детальку опять же елки и видим нам нужно пришить пайетки то есть вот эти вот точки они означают пайетки либо бисер какого цвета здесь должны быть пайетки смотрим это у нас деталька номер 6 и уже вырезала было подписано что номер 6 смотрим на вот эту схему 6 номер детальки и рядом стоит вот такой значок значок карточный трефы смотрим смотрим в ключ такой значок означает что мы пришиваем зеленую пайетку и везде на этой детальке у нас будут именно такие зеленые пайетки только такого цвета если мы возьмем вот эту детальку здесь тоже точками обозначены именно места пришивания пайеток смотрим также на детальку номер 7 и рядом с цифрой 7 видим такую вот звездочку в кружочке и эта звездочка означает что мы пришиваем белые пайетки также с обозначением на с обозначением всяческих швов то есть например вот на листиках у нас выполняется шов то есть на самом фетре просто нанесена линия а вот на вот этой схеме нарисована линия такая сказать как бы с черточками то есть мы смотрим уже опять же в ключ находим точно такую же линию и видим что это стебельчатый шов который вышивается в две нити цветом blue green зелено-голубой вот в принципе и все то есть достаточно все просто и понятно но я постараюсь так в процессе немного снимать и показывать в каком порядке именно я это делаю для большей наглядности именно этого процесса еще такой момент хотел сказать почему например у меня вот эта деталька не вырезана до конца потому что когда детальки очень маленькие либо очень такие узенькие вот например как вот эта белая полосочка тоже у нас то вырезав ее она очень такая хлипкая получается пришивать на нее пайетки не очень удобно то есть в этом случае удобнее сначала пришить пайетки а потом уже аккуратненько вырезать детальку опять же это для меня Но и немаловажную роль играет организация процесса, поэтому я разложила по своим любимым закручивающимся баночкам бисер и пайетки. В данном случае у нас всего два цвета бисера, поэтому красные пайетки пришиваются с помощью красного бисера, а все остальные пайетки, зеленые, синие, белые, желтые, они пришиваются с помощью прозрачного бисера. И получается красиво. И ниточки я тоже разобрала на самодельный органайзер для удобства. В принципе, разбор ниточек по цветам проблем особых не составил, потому что, как я говорила, указано количество пазм, входящих в набор. Это помогает при разборе ниточек. Единственное, может быть, надо было приглядеться, чтобы выделить более яркий желтый из обычного желтого цвета. Ну, пожалуй, и все. Остальные вообще как-то очень легко разобрались, то есть по цветам все понятно. Хотя, как оказалось, цветов тут не так уж и мало. Целых 15 цветов ниточек мулины. Ну, вот, в принципе, и все. Такое вот начало процесса. Не знаю, насколько понятно объяснила, поэтому еще показываю. То есть сначала берем вот эту детальку, пришиваем к ней пайетки зелененькие. Дальше вот к нашим маленьким украшениям пришиваем тоже пайетки, а затем сами кружочки пришиваем к елочке. И потом уже эту зеленую детальку пришиваем к основе. Белую нашу часть я все-таки решила пришить потом. Это, то есть я уже нашила пайетки и вырезала детальку. Это будет у нас снег. Немножко еще не зашила до конца, потому что эту часть нам нужно набить. Материал для набивки в набор, в комплект не входит. Имейте это в виду. И теперь вот немножечко придаем объем нашей елочке. Еще сразу скажу, что я сделала не совсем удачно, не совсем правильно. То есть надо было сначала пришить лучше нижнюю часть, и чтобы сверху набивать. А у меня получилось, ну как-то не подумала я об этом, получилось наоборот. Теперь мне очень удобно будет набивать мне вот эти как раз нижние, вот эти волнистые элементы. Ну вот, придали объем нашей елочке и пришили снежок, тоже туда немного положила наполнители. И теперь такими ярусами сделаем всю елочку. Продолжаем творить наш шикарный сапог. Вот такая елка уже готова. Вот с такой звездой. Все блестит, все переливается. Но елка сама готова, но она еще не вся украшена. На ней остались, как вы видите, линии, по которым нужно развесить гирлянду. Для этого нам понадобится такой шнурочек, который будет изображать шнур от гирлянды на елке. Он делается с помощью кординга, то есть из обычных ниточек мулины мы скручиваем такой шнурок. Вот так он выглядит. И потом еще пришиваются лампочки-фонарики. Вот один я уже такой фонарик сделала. Сейчас попробую показать. Он просто маленький. Такая вот оранжевая лампочка у нас. И каждая такая лампочка, она собирается из четырех деталей. Вот из таких четырех деталей собирается. Одна из них украшается нашими пайетками и бисером. Дальше к цветным деталям пришивается нижняя часть нашей лампочки. И уже потом они соединяются, сшиваются. И они у нас к тому же еще и объемненькие такие. То есть немного их набиваем наполнителем. И потом все это развесим, то есть пришьем к елочке. Ну вот и готова наша гирлянда. Мы ее пришили к елочке. Сначала сделали каждую лампочку отдельно, потом уже все это пришили к елочке. Покажу поближе. Такая красивая елочка получилась. Переливается все. Лампочки наши. Лампочки вот такие вот маленькие-маленькие получились. И так как они у нас такие цельные, то в принципе можно заглянуть на другую сторону нашей лампочки. То есть они как бы вот такие, не совсем пришиты, а только ножка. И вот шнур нашей гирлянды, да, то есть он тоже вот здесь вот, в этой части идет такой отдельно висящий шнур. Вот тут. Вот главный атрибут нового года уже готов, елочка. Теперь переходим к медведю и снеговику.